Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапы. Регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Было бы желание, как обычную дворовую территорию можно превратить в оазис с бананами, узнала наша съемочная группа. Теперь по электронке. В этом году анапчане получат налоговое уведомление в электронной форме. Детская киноакадемия. Звезды телекрана поделились опытом создания киношедевров с ребятами, отдыхающими в ВДЦ сменам. Август уже не за горами начала нового учебного года. На подготовку школ к 1 сентября из бюджета края выделено более миллиарда рублей. Накануне на краевом совещании под председательством губернатора края Вениамина Кондратьева был затронут вопрос о ремонте средних учебных заведений и обеспечении их безопасности. «Все школы должны быть оборудованы тревожными кнопками, иметь систему пожарной безопасности. Необходимо еще раз проверить компетенцию чопов, которые отвечают за охрану объектов образования». Конец цитаты. На данный момент в Анапе функционирует 28 общеобразовательных школ, в каждой из которых идет подготовка к новому учебному году. Мероприятие проводится в соответствии с графиком. В Анапе близится к финалу общегородской конкурс «Уютный дворик». Призовой фонд – 400 тысяч рублей. Победители смогут потратить их на благоустройство. В некотором смысле разовьют успех. Далее – о том, как может выглядеть стандартный двор, и о том, какие бананы лучше всего выращивать в Анапе. «Практически у каждого юного жителя этого двора есть свой цветок. И каждый помнит, какой именно идея в том, чтобы приобщить местных ребят к созиданию. Такую специальную клумбу сделали в этом году. Рядом – мостик здоровья, своеобразный массажер для ступней. Несколько лет назад двор распланировали по всем правилам ландшафтной архитектуры. Даже установили небольшой фонтан. Как рассказывает Наталья Ярошенко, собственники квартир в один момент поняли, что двор – это тоже их собственность. Пусть и коллективная. Городская администрация поддержала инициативу установкой модульной детской площадки. Недавно ТОС выиграл финансирование благоустройства еще на полмиллиона рублей. Этого должно хватить, чтобы на месте этой конструкции установить универсальную спортивную площадку, а также привести в порядок растительность перед уличным фасадом. У меня? Я даже не могу вам сказать. Почти каждый день я здесь, на этом участке. И у нас много таких инициативных. Во-первых, я здесь живу. Во-вторых, я выхожу в этот двор. Я выхожу с внуками. Мне приятно выходить в чистый, красивый двор. И потом, для детей маленьких. Они же здесь растут. Я считаю, по-большому это их маленькая и малая родина. Ведь вот то, что сейчас они увидят, вот эту красоту, наверное, их это останется, и они будут научиться беречь природу, научиться беречь окружающую среду, а потом и город, и родину, по большому счету. В этом году территория заявилась на городской конкурс «Уютный дворик». Помимо коллективов, в нем принимают участие и владельцы частных домов. Она только дает банан на третий год. Бананы на пальме пока не настоящие. Правда, те, что вырастут, тоже будут маленькими и разве что радовать глаз. Перед домом почти такое же деревце. Наталья Тимошенко занимается этим палисадником около трех лет. Здесь растения, как уже привычные для анапчан и гостей, так и привезенные из Крыма и Абхазии. Так в городе-курорте появился еще один уголок для фотосессий. Хочется красоту, чтобы человек пришел, мимо прошел и радовался. Я встаю очень рано, все смеются, прикалываются, жарко же. Приходится вставать там в пять утра. Ну, хочется сказать, люди, когда фотографируются, я называю это красотей. Я радуюсь. Призовой фонд конкурса – 400 тысяч рублей. Деньги целевые на дальнейшее благоустройство. Окончательные итоги подведут примерно через неделю. А официально победители представят на дне города. В Анапе завершили уборку зерновых, колоссовых и зернобобовых культур. На площади 11 тысяч гектаров собрано 58 тысяч тонн при средней урожайности 52 центнера с гектара. Среди лидеров агрофирма «Гастагай» и крестьянско-фермерское хозяйство «Сайбель», в которых урожайность составила почти 56 центнеров с гектара. Наивысшие показатели по намолоту на комбане показали Евгений Бусыгин и Спартак Назлиев. Оба они трудятся в агрофирме «Гастагай». Среди водителей по перевозке зерна с поля на ток отличился Алексей Вайзян, работающий в ЭПХ Анапа. Сообщили в пресс-службе администрации города. Налоговые уведомления по электронной почте. В этом году граждане, имеющие доступ к личному кабинету налогоплательщика для физических лиц, получат уведомления на уплату имущественных налогов в электронной форме без направления по почте на бумажном носителе. Узнать, как получить доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» можно на сайте FNS России www.nalog.ru Для получения налогового уведомления на бумажном носителе необходимо до 1 сентября направить с помощью личного кабинета уведомления об этом в налоговый орган. Море и солнце Анапы вдохновляли участников проекта «Летняя детская киноакадемия» во Всероссийском детском центре «Смена». Ребята снимали телесюжеты, мультфильмы, занимались фотографией и снимали короткометражное кино. С ребятами делились опытом актеры, продюсеры, режиссеры. В частности, Андрей Мерзликин, Евдокия Германова, Наталья Кадочникова. Проект поддержали в Российском министерстве образования, Молодежном союзе кинематографистов России. Помимо прочего, киносменовцы сняли клип для группы, исполняющей популярную музыку. Как говорят организаторы, его можно будет в скором времени увидеть на российских музыкальных телеканалах. Смотрите, у нас получилось. Жень, Жень, Жень. Смотри, у нас получилось. По сообщению Кубаниэнерго, завтра 5 августа в связи с проведением ремонтных работ с 12 до 16 часов будет частично прерывное электроснабжение в Красном Воскресенском Цибанобалке. Дополнительную информацию можно получить по телефону диспетчера Анапского РЭС 542-22 или по телефону горячей линии 8800-115-52. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Субтитры создавал DimaTorzok